В Самарской подземке курсирует поезд, в составе которого необычный вагон. Теперь пассажиры могут не только быстро добраться до места назначения, но и пополнить свой багаж знаний прямо во время поездки. Внутри вагона для них размещены тематические плакаты, посвященные основам финансовой грамотности. Как отличить настоящую купюру от поддельной? Кто такие черные кредиторы? И что делать, если с вашей карты обманом списали деньги? Ответы на эти и другие вопросы размещены в том числе на желтых постерах. И не случайно. Ведь это тот самый цвет, который сообщает о возможной опасности и сразу привлекает внимание. Цель проекта – это наполнить пространство вагона необходимой актуальной информацией. Особое внимание нами было уделено теме телефонного и кибермошенничества. Здесь наши пассажиры смогут еще раз погрузиться и повторить те правила по кибербезопасности, которые помогут им при общении с финансовыми мошенниками. Специалисты говорят, на удочку мошенников может попасться любой. Конечно, пенсионеры рискуют больше. Но и молодежи не нужно расслабляться. Ведь злоумышленники придумывают новые схемы. Мария Сутковецкая постоянно на чеку. Периодически на ее телефон поступают подозрительные звонки. Однако девушка знает, как защитить себя и близких. И моим родственникам звонили, но мы пресекали это, потому что знали, как себя вести в таких ситуациях. И сразу телефон выключали. Пассажиры, как и дирекция метрополитена, уверены – информировать граждан – дело полезное. Хоть всемирная паутина и захватила планету, однако есть те, кто от этого далеки. Чем больше у нас будет просвещения именно такого плана, а не медиапространстве, для людей, которые не пользуются интернетом, конечно, я считаю, что это актуально. В наше время особенно доносят до населения, что не надо общаться по телефону с людьми, которые неизвестно кем представляются, не предлагают финансовые услуги непонятного долга. Горожане могут ознакомиться с актуальной информацией не только в вагоне. Ее разместили и во входных группах всех станций метрополитена. Данный проект реализуется при поддержке администрации Самары в рамках региональной целевой программы по повышению финансовой грамотности населения. Это один из приоритетов. В Самарской области работает региональный центр, который также решает эту задачу. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.